Итак, вопрос такой. Сейчас довольно много информации про то, что человек определяет его окружение, что окружение нужно фильтровать от токсичных людей, если вы хотите успеха и подняться на уровень выше, чтобы оно не тянуло вас вниз. Согласна ли я с этим и нужно ли менять свое окружение, или это лишь способ отказаться от каких-то своих уроков, или это зависит от конкретного случая? Повторюсь, вопрос от участницы курса «Кармическая психология», поэтому вопрос звучит так. То есть, если мне в моем окружении нехорошо, это означает, что мне стоит мое окружение сейчас заменить, поменять, чтобы оно не тянуло меня вниз. Или же смена окружения будет означать побег от даров, которые приготовила душа, которые мы, собственно говоря, обретаем через трудности, проходя. То есть, иными словами, мое окружение – это тот балласт, который тянет меня вниз, и его нужно рубить канаты. Или же это спонсоры моего духовного роста, то есть это моя лестница наверх. Как в этом разобраться и что делать, чтобы идти, собственно говоря, в рост, в развитие и в наслаждение своей жизни. И давайте начну отвечать, потому что времени сегодня мало. И сразу скажу, эфир будет очень короткий, потому что прям вот у меня буквально еще минуток 20 есть, и я проговорю. Отвечу сразу, что нет однозначного ответа на этот вопрос. То есть, всегда нужно посмотреть на какие-то конкретные ситуации каких-то конкретных людей. Сел Рэйчел в своих книгах, в частности, «В интеграции души», приветствую всех, кто присоединяется, говорил, прям приводил список, если я не ошибаюсь, из 50 что ли пунктов, как повысить собственные вибрации. И вот в предыдущих релизах его произведения, в его книг, публикации, издания, хотел сказать, у него где-то на третьем или на пятом месте был такой пункт, как окружение. И вот в последних семинарах в этом году и в прошлом году он сказал, что пересмотрел сейчас эти 50 пунктов повышения уровня вибрации, уровня осознанности, и на первый пункт, на первое место выходит пункт об окружении. То есть, если раньше уровень информации, который мы получаем, да, уровень практик, которые мы совершаем, даем себе, делаем, то сейчас на первое место вышло действительно окружение. Причем окружение это и физическое, и окружение это информационное, да, то есть мы не только то, что мы едим физическим, но мы и то, что мы едим информационно. В связи с этим, естественно, вопрос, если меня окружают люди, которые негативно настроены, которые все время смотрят телевизор, смотрят эти новости, и которые интересуются лишь запретными мерами правительства или новыми законами, или новыми повышениями цен и так далее, и, собственно, негативят по этому поводу, то я, естественно, нахожусь в токсичной среде, и что же мне делать, влияет ли это на меня, и как мне это негативное влияние нивелировать. Ну, естественно, влияет, потому что вы попробуйте послушать разные радиостанции, диаметрально разные радиостанции, почувствуете ваше настроение, да, то есть я, например, люблю дома слушать одну радиостанцию, в машине люблю другую радиостанцию слушать, в зависимости от того, в каком состоянии мне надо быть, да, такая радиостанция и работает. Например, одна музыка мне нравится, у моего мужа она усыпляет и угнетает на него, да, музыка, которая помогает мужу взбодриться, а для меня, например, может явиться такое немного давящее, да, то есть в зависимости от того, какие мы и что нам нужно, нам подходит то или иное звучание, звучание не только музыки, но и людей. Так вот вопрос, что же делать, если вокруг меня негативное окружение, да, то есть это вот, ну что делать, менять, я совсем не хочу, чтобы оно меня тянуло вниз. И вот здесь вот стоит смотреть с двух сторон, да, либо это два аспекта тут может быть, либо это окружение, которое действительно всегда с вами было, и вы просто из него выросли, и сейчас приходит время это окружение отпускать, и тогда мы должны проверить, а не держусь ли я за старое, а не боюсь ли я потерять друзей, а не боюсь ли я осуждения родственников, от которых не отвернусь, да, но с которыми могу меньше поддерживать связь и могу нарваться на осуждение этих родственников. Не будет ли высокомерным, я не буду ли выглядеть высокомерно среди своих коллег, которые на меня смотрят и с которыми я перестала ходить там, я не знаю, курить или обедать, или что, или там пить кофе и перемывать кости всему офису, да. Вот если у вас есть такой страх, что вас не примут, вас отвергнут то окружение, которое вам не нравится, то тогда мы можем говорить, что здесь есть сложность с прощанием или с расставанием со своим старым негативным окружением, со своим старым прошлым, которое тянет вниз, да. Но если мы растем, и если это окружение всегда было для нас очень близким, да, таким как муж, там, дети, родители, да, и мы не можем с ними не общаться, и не можем свести к минимуму какое-то общение, да, то есть они кармически очень близкие к нам, и они негативят, и нас это задевает, то здесь с большой вероятностью история не про то, что нам надо менять окружение, а про то, что здесь как раз дары и уроки. Про что такое дары и уроки, да, посмотреть, почему я вообще собираю реальность, в которой мое окружение токсично. Токсично ли мое окружение, или это я об них ранюсь, об них отравляюсь? Потому что это вопрос восприятия, и он очень принципиальный. Я приведу свой пример, у меня он был в один из последних кармических коридоров, не тот, который только что завершился, а предыдущие в этом году еще были. Я оказалась в окружении людей, которые совершенно мне не свойственны в жизни, они не свойственны мне в моей работе и так далее, да, но очень тесно и плотно оказалась как бы запертой в этом окружении. И для меня было там тяжело все абсолютно, от их взглядов на жизнь до их реакции, до их ценностей. То есть это просто другой мир, понимаете, как-то вегетарианцу попасть на баварский фестиваль колбасок и пива, да. Ну вообще, ну невозможно там быть. И мне было правда тяжело, это энергетически, мне невозможно было расправить поле, мне невозможно было расправить, как бы сердце открыть в конце концов, потому что только вот ты что-нибудь, и оно прилетает, да. Очень много того, что я называю 3D-шным, да, что я называю как бы старой социальной матрицей, в чем для меня нет кислорода. И я вынуждена была в этом оказаться, то есть я оказалась и вынуждена была в этом прибивать около месяца. Ну вы сами понимаете, срок большой, и много чего удалось передумать. Так вот первый вопрос, который я задала себе, это был вопрос, зачем я это притянула, да, зачем я создала такую реальность, где я это оказалась, где я в этом оказалась, и нашла очень много интересных ответов, да, о том, что здесь для меня новые зоны роста, о том, что здесь есть вызовы, о том, что здесь есть белые пятна, которые я могу увидеть и которые я не видела раньше, да, и было вот достаточно понятно мне, что это зона роста, но непонятно, что было с этим делать. И, соответственно, классное было предположение, чтобы мне увидеть, что не так и какие здесь у меня есть горизонты, я дала себе такую фразу, да, как бы фразу-привратник, фразу-открывающая двери. Я спросила, а что если ты, Света, не права? Не права в своей реакции, не права в своем видении, не права в своей интерпретации, не права в своей оценке. Если все, что ты сейчас видишь и описываешь там, я не знаю, подруге о том, как ты оказалась, где ты оказалась, и это делаешь как диагноз, что если это просто твой ярлык, который ничего не имеет реального под своим основанием? И что если, Света, ты не права, позволило мне вот эту внутреннюю, не то чтобы авторитет, а внутреннюю всезнайку отправить на курорт и открыть просто себе глаза и новым непредвзятым взором посмотреть, а что же здесь на самом деле для меня есть. И за псевдоосуждением, как я считала, что это осуждение и отрицание моих каких-то базовых устоев, я увидела стремление позаботиться, но таким способом, каким человек может. За действиями, которые я трактовала как нарушение свободы, я увидела несколько неловкие попытки проявить и показать любовь. И на самом деле, когда я, что если, Света, ты не права, через эту отмычку посмотрела на ситуацию, я увидела колоссальное количество даров. И не просто даров, как, знаете, проблемы, которые надо развернуть, чтобы дар взять, а просто неприкрытых даров, которые вот вселенная давала мне через людей, а они не пролезали через мою вот такую картинку мира. Вот такую или вот такую, да, то есть они пытались влезть, они не могли им не поместиться, и они бились вот об эти края, и мне вот создавался такой дискомфорт. Поэтому, когда мы говорим, сейчас хочу найти ответ, да, менять мне окружение или это способ отказаться уроков, если бы я в тот момент просто подключив фолевое решение, собрала вещи, уехала и сказала себе, я поняла, надо тщательнее выбирать там что-то и то-то, а не доверять, отдавать на откуп, как-то там вы решили, так я и приму ваше решение. Это был очень поверхностный урок, который я хотела увидеть, да, и могла увидеть. А когда я посмотрела глубже, я увидела много других слоев. Так вот, когда вы хотите понять, менять мне окружение или не менять мне окружение, сосредоточьтесь прямо в моменте своего окружения. И вот я сейчас наговорила-наговорила, а давайте вы прям вот соединитесь каждый с собой и со своим окружением и почувствуйте конкретно тех людей или те коллективы, относительно которых у вас есть вопросы. У вас лично есть вопросы относительно их токсичности или нетоксичности, и относительно того, насколько они вам еще служат или уже не служат. То есть отпускать этих людей, да, либо еще через них можно вырасти, и тогда уход или отпускание этих людей, да, псевдо-отпускание, оно будет просто побегом от самих себя, побегом от собственноручно написанных сценариев, да, ну то есть не взять свой бонус и сбежать от своей хорошей судьбы. И тут ведь еще про что история. Если я что-то вижу в людях, то почему я это в них вижу? Потому что чаще всего мы видим только то, что попадает в наши фильтры восприятия. То есть если я вижу в этом человеке злобу, это означает, что злоба есть внутри меня. Если я вижу в этом человеке талант и трудолюбие и потрясающие качества профессионала, значит эти качества есть во мне тоже. Вопрос, насколько они проявлены или не проявлены, и вопрос в том, насколько я себе позволяю их замечать и реализовывать, или не позволяю, прячу и подавляю. Но в любом случае, если у нас есть токсичное окружение, и если это окружение, оно нам мешает жить, то первый вопрос, почему я здесь? Почему я все еще здесь? Уместно или неуместно? И главное, почему я вижу это, а не что-то другое в этом окружении? Вот вопрос, да, тоже был у Жени, Ксении, нет, у Ксюши был вопрос, о том, что, например, супруг не поддерживает духовное развитие, не поддерживает разговоры, даже может осмеивать, да, или критиковать, говорит, что я улетаю, когда я рассказываю ему, чем я занимаюсь. И тогда это вопрос про то, что мой муж не поддерживает меня в духовном развитии, может быть, это не токсичное отношение, но тем не менее, мое окружение влияет, да, вот муж не поддерживает, и значит, тогда что? Я могу сама либо в этом разувериться, либо перестать этим заниматься, да, то есть не читать больше, не медитировать больше, да, потому что нет в этом поддержки. И здесь тогда вопрос не в том, мешает ли вам это окружение или помогает, а в том, что оно вам показывает. Во-первых, это окружение показывает, что вы не совсем самодостаточны в своем процессе, вам нужно это с кем-то обговорить, вам нужно это с кем-то обсудить и получить какую-то обратную связь от этого, да, потому что если я сделала медитацию, которая мне очень нужна была, и я получила ее результаты, я оставила их при себе, и мне не нужно бежать с кем-то это обсуждать. Но если я это взять не могу, если я это прошла, это для меня слишком, да, слишком интенсивно, слишком классно, да, или это для меня чересчур новое, что не влезает в мою картину, я впечатлилась, конечно же, я не могу это успокоить, в себе устаканить, и я бегу это с кем-то делить, да, то есть я бегу это делить с кем-то на тебе кусок, и маленький кусок я оставлю себе. И другой человек говорит, мне это не надо, мне это не интересно, мне это не подходит, мне это не гомогенно. И тогда для нас это сигнал лишь в том, что мы сами не удерживаем то, чего берем, а не то, что наше окружение нам не дает в этом расти. Либо мы чувствуем угрозу, что если наше окружение не идет в медитации и практике вместе с нами, тогда они утянут нас на дно, да, и тогда вот этот страх, и тогда эта история про то, что я не верю, что я плотно стою на своих ногах, я не верю, что у меня твердая почва, да, я не верю, что у меня есть право жить своей жизнью и идти своим путем. Поэтому, пожалуйста, мир, вот встань и покажи мне, что ты такой, как я, чтобы я выдохнула и поняла, что меня не смеют, не отвергнут. И здесь очень много может быть разных моментов, но в данном случае могу сказать такую штуку. Если женщина, тем более мать семейства, да, начинает уходить в духовность и не балансируется бытом, как следует, не заземляется в быту, например, да, делает какие-то дела мыслями, оставаясь в своих медитациях, либо получает духовные знания, но не применяет их в свою собственную жизнь, как состояние, как тактику и стратегию поведения, происходит отрыв, происходит вот вылет сознания вот в эти тонкие сферы, и в этом состоянии сознания, как бы в этих тонких сферах женщина начинает жить. Но женщина это земное существо, это бог, который живет в теле, и он должен быть очень заземлен, да, она, бог она в этом случае. Женщина в этом мире это состояние, это бытие, это присутствие, это плодородие, да, это магнитная энергия, не электрическая, которая куда-то несется, а магнитная, это энергия присутствия. И если женщины не присутствуют в теле и в доме, это начало конца. И в таком случае мужчина, конечно же, будет говорить, не нужна мне твоя эзотерика, и дальше всякие эпитеты несуразные. Он начнет возмущаться, почему не сделано то-то, то-то, то-то и то-то, да, по семье, почему там дети не кормлены, дети могут начать болеть, капризничать и так далее. И в данном случае это не токсичное окружение, в данном случае это не окружение, которое валит у нас вниз, даже если нас осмеивают, осмеивают, это знак от наших близких и дорогих душ о том, что что-то идет не туда, что мы сами где-то отклонились от нашей линии развития, да, и, в общем-то, нас надо как-то скорректировать, и чаще всего мы можем скорректироваться исключительно через пинки и затрещины. Это вот просто вопрос был в Инстаграм, да, предварительно на сторис за пять минут до эфира, он пришел, и я на него ответила, а теперь давайте вернемся все же к нашей короткой практике. Настройтесь на человека или коллектив, который вы считаете, что вас токсичным, ну, или нетоксичным, знаете, не всегда коллектив бывает токсичным, а просто бывает, встретишься с человеком, начинаешь разговаривать, он с тобой о чем-то говорит, и ты понимаешь, зачем это, почему мы обсуждаем игрушки в детском магазине, или почему мы, не видевшись три года, говорим о том, как вчера ребенок сходил на утренник, да, то есть иногда у меня такое бывает, где вот это между твоей и моей душой, где сокровенное, важное происходящее в жизни, почему мы говорим о каких-то ненаполненных вещах, да, почему мы говорим о том, что хлеб в магазине подорожал, вместо того, чтобы сказать, послушаю, у меня был такой классный опыт, или я вот, начиная новый проект, и очень воодушевлена, да, почему вот, я не знаю, вот релевантный пример я провожу, да, то есть похоже ли, удается ли мне донести мысль о том, что есть вещи, то есть есть люди, с которыми, что бы я ни обсуждала, это всегда очень наполняющее, расширяющее, и даже если мы говорим о детских сандаликах и о повышении хлеба в магазине, ну, что обычно вряд ли бывает, то в этот момент общение души происходит такое, что когда ты возвращаешься домой, ловишь инсайты один за одним, и в контексте разговора, и вне контекста разговора, да, потому что поля настолько близки и настолько усиливают друг друга, что именно помогают в развитии, а с некоторыми людьми пообщаешься, возвращаешься домой и думаешь, что это вообще было, вот как гамбургер после Макдака, что это вообще было, это была еда или не была еда, я вообще что-то поела, не поела, я вообще сыта, не сыта, вот я не могу понять телесные ощущения, да. И вот если как бы у вас именно вот такое пустое общение, и вы не понимаете, тогда это вопрос про то, что это не ваше окружение, почему вы столкнулись с этим окружением, почему вы в нем оказались, вы не были избирательны, вы побоялись отказать, вы хотели быть хорошей, вы хотели быть как все, да, как часть коллектива принятая, они все пошли после собрания отмечать, я не знаю, окончание года в детском саду, и я пошла, да, и сидела, слушала про все остальное, что мне не близко и не наполняет меня и не питает, или почему я там оказалась. Вот через эти вопросы можно очень много вытащить инсайтов, очень много можно вытащить своих даров. Токсичность – это когда энергию высасывают. Я бы сказала, токсичность – это когда впрыскивают, наоборот, энергию, которая для вас ядом является, да, вот эта токсичность. А когда высасывают, я бы назвала это уже вампиризмом, наверное, ну так вот, чтобы договориться о каких-то понятиях. Как разбираться? С чего вообще начать разбираться? Начинать разбираться надо с первого. Я там, где надо. Это первый постулат, потому что как только мы с вами думаем о том, что, боже мой, я тут что-то проворонила, я тут что-то не то сделала, я допустила себе токсичное окружение, или я слишком нерешительно чищу свой мир, я там позволяю, чтобы там со мной что-то такое делали и так далее, и тому подобное, мы попадаем в панику, мы попадаем в ловушки ума, мы теряем связь с собой, со своим состоянием, со своим высшим я, со своей внутренней истиной. Естественно, в этот момент какие-то чьи-то непонятные идеи нами управляют, мы принимаем решения, которые непонятно на какую дорогу нас приводят, поэтому начинаем всегда с принятия. Я там, где надо. Мое окружение на данную конкретную секунду, это самое лучшее окружение, которое я могу создать для себя на данную конкретную минуту. То есть исходить из предположения, что прямо сейчас у вас есть самое лучшее из того, что вы могли позволить себе на секунду назад. Потому что если секунду назад вы могли позволить себе более хорошее окружение, да, или там более классные какие-то другие явления, вы бы их себе позволили. Но если выбор был, а вы не позволили, значит, что-то внутри вас не дало. Может, вы не дозрели, может, вы не догадались, да, может, чего-то испугались, неважно, не получили. Поэтому сейчас исходим из предположения, у меня есть самое лучшее из того, что я могу себе позволить. Следующий вопрос. Хочу ли я то, что я могу себе позволить? Устраивает ли оно меня? Если не устраивает, могу ли я это перевыбрать? Ну, просто взять и перестать ходить на родительские собрания в детском саду или на автопатии после родительских собраний или после детских праздников. Да, ну вот, условно говоря, не знаю, почему с потолка снимаю пример. Наверное, вспомнила просто историю, когда мамочки устраивали, например, там Новый год для детей, а потом после Нового года детского сами шли вместе с детьми в ресторан и общались. И вот кто-то рассказывал, что после этого общения голова кругом была. Да, ну вот не попала в свой электорат моя приятельница, которая это рассказывала. И вот тогда вопрос, да, могу ли я это поменять? Могу. Просто извините, дорогие мамочки, на детский садик я приду, а на автопате я не останусь. Вот мне неинтересно горячительной напиткой отметить удачный утренник в детском саду. Все. И тогда вопрос, я это реализую или не реализую? То есть если я понимаю, что я хочу это реализовать, я могу это реализовать, и я это реализую, и дальше мое окружение поменялось, то значит дело было просто в актуализации, просто сверки внутренней реальностью с внешней и внесение корректировок. То есть дело было просто за малым, просто изменить. Но если так вот это окружение, которое тянет вас вниз, это ваши близкие, от которых вы не можете отказаться, это родители, это дети, это братья и сестры, это супруги, да, это означает, что здесь история не про отказ и не про смену окружения, а здесь история про то, что происходит какая-то нестыковка. Повторюсь, либо про то, что вы независимы, то есть вы незрелы в своем увлечении, вы не считаете его правильным, да, раз боитесь, что вас осмеют, или там ваши медитации не будут поддержаны, дети будут врываться, и муж будет говорить, так хватит заниматься этой фигней, да. Это не про то, что вам мешает духовно расти, это про то, что вы не растете духовно в момент этой медитации, вы не берете это благо, вы не переосмысливаете его. Скорее всего, вы идете в медитацию просто потому, что боитесь, деградировать, да, если не будете духовно расти, то есть вы идете не из радости и развития, а из страха, а если из страха идем, то в страх и разрушение, естественно, придем, да. Может быть, история про то, что вы берете много знаний, но не применяете их, уже говорила, да, будут вас заземлять. Может быть, история про то, что вы вроде бы берете и знаете, и верите во все это, а на самом деле где-то в глубине души сидит скептик, который говорит, ага, ага, это КГБ все придумало, они тут всю эту эзотерику создали, всех этих гуру понародили, а ты вот слушаешь и так далее, да, то, естественно, окружение вам тоже об этом подскажет. Может быть, история про то, что ваше окружение помогает вам принять внутренний вызов, да, когда они похихикивают над вами, чтобы вы просто взяли и сказали, дорогие друзья, я вот совершенно искренне хочу вам заявить о том, что я свято верю вот в это все, что я очень важным чувствую для себя жить вот по таким-то принципам и по таким вот правилам. И я отныне говорю и заявляю, что с вами я буду тоже так же через эти правила, да. И просто вы принимаете тот минимум, который вы берете в жизнь, и ставите его своим минимумом. То есть не просто как, вот бы меня принимали такой. Нет, все, ребят, я буду такой. Я буду говорить про эзотерику тогда, когда я хочу говорить про эзотерику. Я буду говорить вам, ребят, вам бы помедитировать, если я вижу, что вас плющит. Я больше не буду дергать себя за язык, да, чтобы стараться вас не потревожить. То есть в данном случае в моем окружении получается, что я просто не была собой, а сейчас я разрешу себе быть собой. И тогда эта история про то, что окружение либо меняется, либо отваливается, как все, собственно, в этой жизни, да. Когда в целой системе меняется какой-то один элемент, то вся система начинает проходить через изменения. А следующая история, которая может быть здесь, о том, что вы сами растете, это правда. Но вы чувствуете, что тот другой должен расти. Не из страха, что вы упадете, а, например, из желания, что, о, вон там есть классный горизонт. Одно дело, когда я женщина такая, вся расту, знаете, а другое дело, когда я и мой мужчина растет, то тогда это там тантра, и тогда это умножение сил там на зигзиллион раз, и тогда это суперрезультаты. Давай, милый, ты будешь тоже медитировать, да. Тогда это, пардон, нарушение закона свободной воли, и мы пытаемся сделать из другого человека то, чем он не является, да, и пытаемся там насильно родить ребенка в тот срок, в который он не готов родиться. И тогда мы тоже получаем, соответственно, то, что можно назвать по носу или по голове. И в любом случае, какой бы выбор вы не приняли, менять вам окружение, оставаться в этом окружении, да, ну, прежде чем продолжу, есть хорошая классная поговорка в русском языке, если ты не можешь прекратить безобразие, то нужно его возглавить, да. Такая история была у меня в поезде, когда давно, много лет назад я ехала в поезде, очень была уставшая, очень хотела спать, и вдруг вот в моем купе, ну, это был, по-моему, плацкартный вагон, пришла группа ребят, которые сидели, матерились и пили пиво. Я поняла, что они будут сейчас орать песни там до самого конца, и это будет катастрофа, да. И история была про то, что я села, сказала, ребят, а что вы, откуда, как и так далее. Мы начали говорить, я постепенно как бы влилась в их волну сначала, поговорила с ними о том, о сём, закинула пару интересных историй, перевела их на русло, как раз как внутреннее состояние творит внешнюю реальность. И, собственно, на этой волне все успокоились, угомонились, пиво быстренько сделало своё дело, все не разбушевались, а захотели спать, и тихо, мирненько ушли, и только несколько человек ушли в тамбур, брончать тихонечко на гитаре, да. Не можешь прекратить безобразие, возглавь его, да, вот, сделай что-то, внеси в свою лепту, проведи себя творцом. Но, подводя такой маленький короткий итог, вопросов не вижу, поэтому подведу такое резюме. Прежде чем делать выводы о том, менять окружение, не менять окружение, воевать с окружением, не воевать с окружением, спросите себя об одном. Из какого состояния я действую? Из страха или из любви? Из любви к себе? Из любви к тем другим? Из любви к жизни? Из любви к Богу? Или из ментальных концепций? Из каких-то иллюзий? Из каких-то идей? Или вот из страха? И когда вы поймёте, из какого состояния вы сейчас хотите предпринять действия, то вам очень многое станет понятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!